Приветствую вас и внимательно прочитал я ваше письмо, оно такое достаточно большое, немножечко сумбурное, но как вы говорили, в принципе, в этом нет ничего удивительного, потому что очевидно, что эмоции у вас кипят, очевидно, что эмоции у вас говорят, давно все это копилось, вы знаете, что я хочу вам сказать, да, во-первых, я хочу сказать вам то, что вы свои проблемы с мужчиной вот так просто не решите, то есть у человека уже сформировался определенный алгоритм, определенный тип поведения, который он, условно говоря, продвигает, который он, условно говоря, освоил, и поменять этот тип можно только если вы будете сами менять свое отношение. Вот вы хотите уйти, хотите уйти, чтобы освободиться от зависимости, от своего мужа, потому что понимаете, что он вас ни на что не ставит, понимаете, что он вас оскорбляет, что он с детьми почти не бывает и так далее. Непонятно в этой ситуации только одно, когда и как он бывает хорошим мужем. По вашему мнению, вот вы начинаете свое письмо с того, что у вас очень прекрасный муж, говорите вы, прекрасный муж, но при этом этот прекрасный муж почему-то вам изменяет, при этом этот прекрасный муж вам хамит, при этом этот прекрасный муж не дает вам деньги. В общем, не совсем понятно, как у вас вот это вот сочетается, да, сочетается его прекрасность, его любовь к вам и детям и его отношение такое к вам, Потому что объективно дети, даже если они не знают сути конфликта, если они не знают, даже не сути конфликта, если они даже не знают, что у вас есть какие-то проблемы, проблемы, например, с супругом, с их отцом. То они все равно чувствуют, что что-то в вашей семье не так на самом деле. И это на них влияет очень сильно. Это на них влияет на их отношение к себе, на их отношение к вам, на их, значит, на их спокойствие, на их душевное равновесие и так далее. То есть проблемы достаточно серьезные. И понимаете, вам в этой ситуации действительно нельзя оставлять все, как есть, потому что объективно дальше, наверное, будет только хуже. То есть совершенно нет никаких перспектив, никаких надежд на то, что мужчина вот сам по себе изменит как-то свое поведение. Таких перспектив вообще нет, потому что мужчина все устраивает, ему все нравится, он получает все, что хочет и, вообще говоря, у него все прекрасно. Плохо вам и ваше такое вот плохое состояние, ваше такое вот плохое положение можно охарактеризовать несколькими аспектами. Первый аспект – это всепрощение. То есть вы готовы своему мужу по какой-то причине, вы пишете, что это из-за зависимости, но лично я думаю, что должна быть еще какая-то причина. Вы готовы своему мужу простить все. Вы пишете, что даже если вы видите его в постели, то не поверите, что это он. Далее, вы не отдаете себе отчета в том, почему вас может изменять. И вы не можете рассказать причину, по которой он вам изменяет. Но измена – это всегда, особенно если вы говорите, что он любит вас. Измена – это всегда есть суть. Потребность в чем-то, что вы не даете ему как жена. Нужно откровенно спросить своего мужа, чего он хочет. Вот чего он хочет, что его не устраивает, что он так себя ведет. То есть вам не то, чтобы нужно с ним разговаривать, а вам нужно вот спросить его о том, почему он так себя ведет, что ему не хватает. Ведь откровенно, ну, ему же что-то не хватает. И если он скажет, что все устраивает его, то вы скажете, а меня, например, не все устраивает. И если он вас любит, он должен будет к вам прислушаться. А если он этого не сделает, если он к вам не прислушается, значит, его чувства к вам не такие сильные. И тогда получается, что он не тот, чтобы и сильно вас любит. И в этой ситуации получается, что вы его любите, вы от него зависите, а мужчина откровенно просто вами манипулирует, понимая, что вам никуда не деться. И, то есть, понятно, да? Значит, второй момент – это момент, связанный вот именно с тем, что вы не понимаете причин, по которым он вам изменит. Дальше. Следующий момент – это самолюбие. Вот как вы считаете, мужчина вообще достойно поступает по отношению к вам тем, что изменяет? Даже когда он был молодой. Вот вы говорите, что первая его истина была вами прощена именно потому, что он, типа, был молодой, и что поделать? Вы знаете, на самом деле, вне зависимости от того, молодой мужчина, или пожилой, или старый, измена неприемлема для женщины, которая себя уважает, ценит, любит и хочет быть единственной. Поэтому вам нужно в обязательном порядке здесь поработать над своим самолюбием, то есть над своей гордостью, над самооценкой, над уверенностью в себе. Это очень-очень-очень сильно важно. Дальше. Следующий аспект, который мне хотелось бы вам сказать. Это аспект того, что вы сами вот говорите, что вы будете делать. Понимаете, когда вы говорите о том, что вам вот нужно что-то делать, вы спрашиваете нас, что вам делать. Но я думаю, что действительно нужно показать мужчине, в первую очередь, что вы не так уж сильно от него зависите, что вы можете уйти от него, что вы можете сказать ему, нет, я не буду с тобой, нет, я не хочу быть с тобой, нет, я не хочу терпеть такое отношение к себе. Вы можете, это нет. И то есть тем самым вы дадите мужчине понять, что то, что он делает, не является правильным. Вы дадите мужчине понять, что то, что он осуществляет, является не то, что даже неправильным, является абсолютно неприемлемым для вас. И вот во всей этой ситуации, если он вас любит, это его отрезвит. А если это его не отрезвит, и он не захочет ничего менять в себе, и не захочет с вами разговаривать, то в таком случае, безусловно, нет смысла и продолжать отношения, потому что он будет только лишь стремиться подчинить вас себе. И все, не более того, стремиться вас подчинить сам себе. Дальше, следующий важный момент включается в том, что вы вот сами для себя определите, ну, измена сама по себе, она была чем, вот та самая первая измена, она была чем обусловлена? Были какие-то припосылки, были какие-то причины для вас, может быть, какое-то непонимание было между вами, может быть, какой-то конфликт, какая-то ссора, что-то было? Или это просто его такое желание? Если у вас было все хорошо, и никаких конфликтов между вами не было, но имело место быть измена, то это значит, что мужчина просто считает абсолютно нормальным изменять свою жену. И в таком случае вам уже нужно само для себя решить, для вас это нормально или нет. Судя по тому, что вы пишете, я думаю, что для вас это ненормально, и вы своему мужу пытались об этом сказать. Но слова, слова до него не доходят, потому что это просто слова. И мужчины откровенно не воспринимают вас всерьез. Значит, вам нужно теперь, от слова, постепенно переходить к действиям. И к действиям постепенно. То есть не надо сразу, например, рвать все отношения вообще. Не нужно сразу, например, подавать на развод. Но дайте ему понять, что так больше продолжаться не можно. И лучше скажите ему откровенно, вот прямо скажите ему, что, знаешь, дорогой, я подобное отношение к себе, вот все это вы описали, больше терпеть ненамеренно. И если ты его не изменишь, то я буду действовать сама. И вам нужно начать после этих слов действовать так, чтобы мужчина увидел, что то, что вы говорите, действительно притворяется в жизнь. Это понятный язык для мужчины. Это понятный язык для него. Для него понятен язык именно поступков. Не слов, а поступков. И когда вы будете завершать поступки, у мужчины это будет вызывать соответствующую реакцию, уже более истинную, более серьезную, более ориентированную на вас, чем у него была она аналитичная до сих пор. До тех пор, пока вы просто говорите, действительно ничего не изменится. Потому что еще раз, мужчине это все удобно. У мужчины нет нужды выяснять с вами отношения, у мужчины нет нужды приходить к какому-то выводу, договорам, как-то думать о вас, не отказывать себе в чем-то. И ему это все не нужно. Нужно это все вам. Так вот, вам и нужно на это бороться. А для того, чтобы бороться, нужно показать, что вы готовы что-то для этого делать. И делать вам нужно это, чтобы показать, что вы не намерены мириться с таким отношением, делать нужно, ни много ни мало, по-настоящему. Сперва, например, вы поживете какое-то время у мамы, или как вы собираетесь это сделать. Потом вы встретитесь со своим мужем и поговорите с ним, скажете, что вот меня не устраивает то-то-то-то, если ты хочешь быть со мной, то я тебя прошу поменять те или другие моменты. И посмотрите, как мужчина будет их менять или нет. Если вы увидите, что никаких изменений не произошло, вы тут же уходите опять к своей маме и живете там. Да, детям от этого будет, конечно, плохо. Да, дети не всегда будут понимать, что происходит. Но, например, вашему сыну, которому уже 15 лет, к сожалению, можно и нужно сказать, пожалуйста, прямо, как есть. То есть, чем активнее, чем откровеннее вы скажете ему правду, своему сыну, как вот все есть, тем будет лучше. По крайней мере, перед сыном вы не будете уже, ну как бы, не являться собой. Вы будете перед ним той, кем вы являетесь. Если вы будете перед ним честны, а это очень важно, потому что подростки, они ценят тех, кто с ними честен, тех, кто считает их взрослыми. Если вы, ваш сын уже готов к тому, чтобы воспринимать такого рода информацию. Если вы с ним откровенно поговорите и расскажете все, как есть, то при условии, что дети видят отца меньше, чем вас, у вас больше шансов повлиять на своего ребенка так, чтобы он был на вашей стороне. Может быть, сам поговорил с отцом и сказал ему, что вот мама переживает, она плачет, она не знает, что делать, а ты вот до такого состояния ее доводишь. А вам нужно брать и действовать. Но если говорить о сыне, то с сыном нужно быть аккуратным. То есть, вам не нужно отгонять отца в глазах сына. Вам не нужно говорить, что отец плохой. Вам нужно говорить о том, как вам плохо, как вы переживаете, как вам тяжело. Вот о чем нужно говорить. Это, пожалуй, является самым главным. И на самом деле, на самом деле, это для вас единственный выход, что это делать. Потому что мужчина на данный момент вас не слышит. Он не воспринимает то, что вы говорите. А вы понимаете, что так дальше жить нельзя, но решиться не готовы. Соответственно, решиться не готовы вы. А почему? Потому что детей обеспечивать вы не сможете. Разве, допустим, детей вы обеспечивать можете, когда живете с отцом. Но вы все понимаете, что это сильное на них давление. Еще раз. У детей очень чувствительная интуиция. Они чувствуют, интуитивно чувствуют, что что-то не так происходит в их семье. И это на них оказывает гораздо большее влияние, чем если бы они в чем-то нуждались в материальном, физическом плане. Поэтому будет лучше, если вы станете прошивать в меньшем достатке, но при этом, простите, в более здоровой эмоциональной атмосфере в семье. Если вы думаете именно здесь, ну а чтобы вам начать инструктивный диалог с мужем, нужно, во-первых, показать ему, что вы никуда не денетесь. Нужно взять и принять ответственность за свою жизнь, за вашу жизнь на себя. И ответственность за детей принять тоже на себя. Почему? Потому что ваш муж своим поведением не только вредит себе, но он вредит и детям. Ваш муж не только оказывает дурное влияние на вас, но и на ваших детей. И если мужа не волнует его семья, на крайней мере не волнует на 100%, то, простите, вам нужно беспокоиться о себе и о своих детях. Вам, как матери. И да, для этого придется что-то делать. Да, для этого, может быть, придется работать. Да, для этого, может быть, придется там в чем-то детей ущемить. Да, но еще раз повторю, еще раз повторю, что ваш сын, он достоин того, чтобы знать правду. Ваш сын достоин того, чтобы вы сказали ему все как есть, чтобы вы были с ним честны. А дочь, она, я как понял, находится под вашим влиянием, то есть вы с ней находитесь в более близких отношениях, и это не станет такой проблемой. До тех пор, пока вы будете ждать, что ваш муж возьмет и начнет вдруг менять свое поведение, ничего не изменится. У вашего мужа нет стимула для того, чтобы что-то менять. Стимул появится только в том случае, если вы начнете что-то менять. Но вам нужно быть готовы к тому, что мужчина не захочет вообще выстраивать свои отношения заново на основании взаимопонимания, уважения и честности. Потому что изначально он отношения уважает, раз изменяет. Изначально он уже подгоняет вас под свои желания. Значит, неизвестно, изменится ли у него это отношение или нет. Но тем не менее, так как вы описываете, больше продолжается не мода. Потому что это очень сильно бьет по вашим самолюбию, гордости, самооценке, достоинству и так далее. Это сильно бьет фадетов. Ну и, что уж говорить, мальчик, то есть ваш сын, видит очень негативное, неправильное отношение отца к матери. И потом он будет также, возможно, относиться к своей женщине, чего бы для него не хотелось. Потому что, ну, вот вы чувствуете, чувствуете, да, как вы сейчас живете, чувствуете, как вы себя чувствуете, что вам противно, что вы плачете, что вы не знаете, что делать. И представьте себе, что жена вашего сына, она будет испытывать примерно то же самое. То есть она будет также страдать, если не больше. И я не думаю, что вы хотите быть для какой-нибудь женщины, для какой-нибудь, ну, пока все девочки, такого будущего. И поэтому нужно что-то менять. Я понимаю, что страшно, я понимаю, что больно менять привычный распорядок вашего поведения, привычный расклад вашей жизни. Но нужно понимать, что, в итоге, к этому стоит находить постепенно. То есть не надо рушить все и думать, что вы сожгли мосты и пути назад нет. Будь на самом деле, назад нет всегда, просто нужно постепенно, грамотно к этому подходить и постепенно, просто-напросто повышать амплитуду своих действий. Каждый раз думаешь, что, в принципе, этого пока достаточно. То есть не нужно сразу думать о том, что вот все, у вас больше с мужем вообще ничего не получится. Все можно гармонизировать, но для этого нужно желание. Желание обоих людей. Пока это желание есть только у вас, у мужа нет, и чтобы вызвать его, нужно что-то изменить. Для начала нужно, чтобы он действительно начал бояться вас потерять. Тогда это, может быть, пробудет у него желание как-то налаживать с вами контакт. Но я еще раз повторю, вам нужно быть готовы к тому, что у него такого желания, может быть, не появится вообще. И в этом случае, в случае, если такого желания у него не появится вообще, вам нужно быть готовы к тому, чтобы вести свою жизнь независимо от него и чтобы бороться за его соответствующую поддержку детей. То есть мужчина, как одесса, обязан вам выплачивать алименты, там, имущество все будет поделено пополам и так далее. То есть вам нужно быть готовы к тому, что вам, возможно, придется лить одно, это как мужчина слишком гордый, слишком гордый, чтобы признать факт того, что он чем-то не прав. Если он сможет от своей гордостью справиться, сможет умерить свои желания, захочет налаживать с вами отношения, то для этого нужно, чтобы он вас уважал. А он вас пока не уважает. А чтобы он вас уважал, нужно разговаривать на языке, который ему понятен. Понятен язык, понятный мужчине. Какой язык я уже сказал, это язык поступков. Вот, в принципе, и все. А с другой стороны, у вас есть неуверенность в себе, у вас есть сомнения в себе, у вас есть, может быть, заниженная самооценка, у вас есть, возможно, такие характеристики, как отсутствие женского поведения. И вот все эти моменты вам тоже нужно одновременно в себе как бы восстанавливать. Сменить имидж, имидж, проработать свой внешний вид, проработать над своей уверенностью в себе, подумать, в чем вы не уверены и порешать соответствующие задачи в сферах, в которых вы не уверены в себе. Ощутить, что вы что-то значите, что вы что-то можете. Может быть, немножко побыть в уединении, дабы прислушаться к своим желаниям, собственным желаниям. О заботиться созданием личной границы, в которой не было бы никому доступа, кроме вас. Это как физическая область, так и психологическая область, закрытая от всех, кроме вас. Это понимание того, какой вы видите себя сами, то есть какой бы вы хотели себя видеть, точнее. Вот все, вот эти все моменты, параллельно с вашим действием по показу мужчине, что вы не такая, зависимая от него, могут привести к тому, что мужчина посмотрит на вас совсем и совсем другими глазами. Если вы будете делать только что-то одно, то, возможно, ничего из этого не получится. То есть, важно, чтобы вы именно все вместе старались делать. Если вы начнете меняться, находясь рядом с мужчиной, то эффекта этого может никакого не возниметь. Потому что это изменение будет происходить постепенно, а мужчина на постепенные изменения будет реагировать достаточно слабо. И это не изменит его привычку. Потому что если он привык что-то делать, он так и будет это делать. Даже если вы изменитесь на самом деле. Поэтому в этом случае вам нужно доставить мужчине критическое переживание. Критическое переживание это вот, например, ваш возможный уход, ваше возможное отдельное существование от всего. И это критическое переживание доставит мужчину изменить свои взгляды на определенные вещи. Потому что он, ну, когда-то он не такой старый, чтобы иметь совсем уж костное мышление. И вот это ваш шанс. А личностный рост, работа во всех тех направлениях, которые я вам описал, поможет вам не только обрести себя как женщину, чтобы не только задать предпосылки для того, чтобы мужчина посмотрел на вас другими глазами, но еще и предвосхитить и облегчить возможное отдельное существование от него. Чтобы в случае, если вы все-таки разведетесь, вам жить дальше и найти себе другого достойного мужчину, который бы вас ценил, уважал, любил и ни на кого бы не применял. Для этого в конный концов нужно четко понимать, что вы можете дать мужчине. Но чтобы вы и не повторяли тех ошибок, которые вы сделали со своим мужем. Вот так вам нужно действовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.